Сорун один вонёс точный удар, а ударов было много, но точный-то вот компьютер засчитал только один. Нельзя отдавать инициативу сопернику, даже несмотря на то, что ты имеешь преимущество. Вот видите, второе замечание секунданту. Это секундант таиландского боксера, так я понимаю. Вот видите, по-прежнему неутомимо идёт вперёд таиландец. Правда, всё равно пропускает. Опять пропустил встречный удар. Но, знаете, Сергей, как уже опытный мастер ведёт этот поединок. Экономит силы. Не идёт на какой-то безрассудный обмен ударами, но всё-таки сам пропускает. Только потому, что отдал инициативу сопернику. Разрыв, конечно, солидный по-прежнему. Семь очков. Надо двигаться больше. Вот так уходить от ударов, передвигаться по рингу. Вот правильно кто-то, видно, подсказывает. Атакуй слева. Он действительно очень мало пользуется своей коронной рукой. Левая у него коронная. А вот он придерживал, видно, тоже, знаете, решил немножко побери силы. Вот это очень опасно. Особенно в первых боях же на таких ответственных турнирах. Наоборот, надо войти сразу же, как говорят, в бой. Почувствовать самого себя. Почувствовать уверенность в своих силах. Но вот сейчас он хорошо. Вот здесь как раз при повторе. И хорошо показывает, как он, Сергей, действует на контратаках. И они, конечно, принесли ему успех. Ну, вот сейчас мы, какой уже счет. 13-6. Жен-Зирек выигрывает. У боксера из Таиланда Пак Пума. Третий раунд. Хороший сейчас. Вот сейчас хорошая атака была украинского боксера. В разрез два удара. Один из них был точен. Вот видите, в два раза больше нанес точных ударов украинский боксер. Хорошо сейчас апперкот по корпусу. Вы знаете, компьютер, я бы сказал, не очень щедр на констатацию точных ударов. Вот была серия ударов, один только засчитал. Ну, я еще раз говорю, надо, чтобы трое из пяти боковых арбитров один и тот же удар засчитали. Как точный. Тогда компьютер срабатывает. О, хорошая атака. Вот сейчас хорошая атака, Сергея. Жен-Зирек молодец. Видите, какое уже преимущество. 10 очков. Хотя таиландец тоже не сдается. Вот так вот встречает, встречает соперника Сергей. Все те же 10 очков разрыва. Вот уже, видите, 11. При отходе опять хорошо свою левую пустил в ход. У него это хорошо получается. Последняя минута третьего раунда. Ну, я думаю, что сомнений в победе украинского боксера нет. А тем не менее, таиландец теснит соперника, но только пользы от этого нет. 40 секунд прошло, и ни один из боксеров не нанес ни одного точного удара. Тоже чувствуется, что Сергей решил поберечь свои силы. Хорошо уходит от ударов соперника. Но надо такой последний счастливый удар. Нет, не удалось ему добиться, так сказать, счастливой цифры. 21 удар был бы тогда. Но победа не вызывает сомнений. Хорошая, уверенная. Да, молодец, молодой украинский боксер. Уверенно провел свой первый поединок на Олимпийском ринге. Будем считать, что дебют удался. Вот, хорошая. Вот видите, три удара. Три. А я помню, что компьютер отреагировал только на два удара. Кстати, в этом тоже ничего удивительного нет. Вы знаете, пять боковых судей одному виднее. Один сидит ближе к этому моменту боя. Итак, победа представителя Украины Сергея Жензирюка. Напоминаю, второй полусредний вес. Ну что ж, боксерский турнир продолжается.